Солоник А как вообще появилась эта группа? Юля нашла меня на такой помойке, как жесть А вот такой интересный вопрос Могит ли ты каких-то обстоятельствах парень сыграть в вашу игрушку? Это оскорбление... Ага У вас есть альбон, который вышел на Spotify, называется Местная лавка В чем вообще идея этого альбона? Что вы хотели им сказать? Режь барана на Курбан Байрам, да Нас посадят за экстремизм Я признала свою никчемность Можете не больше инсайд дать? Если ты хочешь изнасиловать женщину, иди в магазин, купи кусок мяса и еби его Расскажите вообще побольше про этот проект В принципе, с какими дурными стены я сталкивались За этот день во всех магазинах города скупили сосиски и конфеты, потому что... Спасибо за прохладки еще раз Идите нафиг Там вопросы подошли к концу Спасибо Всем здорова, информат на связи Сегодня у нас в гостях в полном составе Группа Красные Чулки Главная, пожалуй, Riot Girl группа в алматинском андеграунте Здравствуйте, Далл Соли Представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям и расскажите им обе себе Меня зовут Юля Меня зовут Песа или Поля, как вам удобно Меня зовут Лина Как жизнерадостно Милана Да, мы Riot Girl группа из Алматы Первая Riot Girl группа Мы собрались в 2022 году Думаю, биографию подробно не надо рассказывать Ну, походу интервью, ну, кажется Да, хорошо Разберемся Ну, начнем, пожалуй, с истоков вашей группы С чего все начиналось А как вообще появилась эта группа? Ну, из самого первого начального состава Здесь только я и Песа Милана и Лина, они пришли уже немножечко позже Как все начиналось Ну, в принципе, изначально была цель Собрать группу, которая бы состояла исключительно из девушек То есть собрать такой комьюнити, где мы могли бы селебаризироваться Как бы писать какое-то узло, которое выражало бы наши, в том числе, политические убеждения В этот момент для нас это было очень важно И в целом я узнала, что вот в 90-е там в Америке было такое движение, как Райберл То вот Бикини Килл Кейтлин Ханна, Моя любовь И... Ну, просто получилось так реализовать Мы познакомились ближе Ну, решили, как бы, и вкусы музыки объединить с вашими взглядами, да? Да, мы скорее просто встретились на FEM-марше Потом начали... Мы погуляли И Юля выразила свое желание по поводу того, что хочется сдать группу И как-то все завертелось, закрутилось И... ну и вот И мы тут Я как-то слышал, что изначально вы вообще, как бы, не играли только на гитаре, только на басу И, в принципе, не сказать, что были хороши В том, чтобы... Ну, походу, все учились Ну, выучились, да У нас изначально было вообще басисткой Просто басисткой Да, я просто слышал Она, в принципе, не умела играть на барабанах, она сейчас барабанщица у нас Да, я тоже... В вашей группе она научилась играть на барабанах Да? Да Да, мы по факту изначально практически никто из нас не умели играть Мы это сделали очень спонтанно и на таком... Вы панковский, да? Что для вас вообще значит такой жанр, как FEM-понг? В вашей группе, наверное, можно к этому жанру отнести? Да, однозначно можно Вот что для вас значит именно этот жанр? И какие вы перестуки вы видите в нём? В этом жанре? Да Блин, сам жанр, ну, по крайней мере, для меня это выражение каких-то мыслей, чувств И из чувств, по большей части, какой-то боли за всех женщин, которые испытывали какое-то давление на себя чисто исключительно по половому признаку Ну, в целом, типа, об этом можно долго говорить Но если вкратце, то я просто выражаю свою боль посредством музыки и текстов Ну, для меня, допустим, было важно то, чтобы, в принципе, появлялись какие-то проекты с женским взглядом, то есть с female gays'ом каким-то То есть потому что я, допустим, видел вокруг себя то, что практически все ребята, которые у нас выступают на сцене, ну, в Алматы Я другую сцену пока, к сожалению, не видела То есть они все в основном, группы были, это бойсбенды И мне казалось, что просто, в принципе, не достает какого-то именно female gays'а, в том числе в музыке, да и в повседневной жизни Потому что, допустим, фемпанк, ну, все-таки он про агрессию, любой панк про агрессию Я думаю так И, как бы, женская агрессия — это тоже довольно такая запретная эмоция Для меня на тот момент, наверное, да, было важно выражать как-то посредством музыки свою женскую агрессию Не знаю Видишь, что давайте? Да Я хотела очень сильно научиться играть на басу И Юля нашла меня на такой помойке, как жесть Я была очень счастлива напиться пиво и очень приятно с ней пообщаться Вот И спасибо, что вы меня взяли, еще не выгнали Потому что я училась играть на басу в этой группе Он у меня был пару месяцев на момент, когда мы начинали играть И вот благодаря девушкам я научилась это более-менее нормально делать Спасибо Спасибо Вот вы упомянули группу «Бикини-гилл» как у основоположникова «Райд Билл» движения А какими еще группами вы их нравились, когда создавали проект? Блин, когда создавали проект, я на самом деле особо не шарила Да и сейчас не сказать, что я шарю сильно Буду честна Мне нравилась группа «Хоул» Грилл Вуд Грилл Вуд, да, конечно Грилл Вуд Вот ей бы вдохновлялись в процессе Определенно, да, мы коверили их еще какое-то время Сейчас, наверное, мне очень нравится группа «Доспил» украинская Это «Райд Грилл» группа Вы, конечно, себя коверили на концерте? Да, коверили на концерте последнем Но они как раз играют такой хардкор, прям тяжелят В отличие от тех же «Грилл Вуд» и прочих А вы попришли к такому названию в «Красном чулке»? О, это да, это я предлагала вообще Мы сколько? Месяца? Два-три, наверное, играли без названия вообще, да? И пришел момент, когда нам нужно было начать задумываться по поводу названия Я на тот момент предложила два варианта Либо «Длинная пятница», либо «Синей чулки», да, изначально я предлагала? Или нет? Да, ну, «Красный» и «Синя» Если подробно, то «Синей чулки» — это оскорбление Ага Которое впоследствии трансформировалось в название радикальной феминистской организации «Рэдстокингс» Ну, типа, переведя это слово на русский, получилось «Красные чулки» А «Длинная пятница» — это событие, на котором все женщины на один день Отставили все свои домашние дела Оставили детей на своих мужей и просто вышли на... А? Вышли в Ленуарк, да? Они вышли на Рикявик и тупо целый день ничего не делали За этот день во всех магазинах города скупили сосиски и конфеты Потому что мужчины не знали, как заботиться о детях своих Поэтому они кормили их сосисками и конфетами И, собственно, после этого у женщин... Женщинам, так скажем, уступили Очень печально, что приходится использовать такие радикальные методы, ну да Ну вот у нас... Я даже не помню, какие... Ну, у меня был вариант еще... Как он звучал? Я не помню Не, я реально не помню Ну из запоминающихся вот «Длинная пятница» и «Красные чулки» Суфражет Суфражет, точно, да Суфражет, да, и так называли, получается, самых таких милитаризированных феминисток первой волны Которые использовали всякие такие жесткие методы нападения на министров, там, поджоги всякие То есть, например, вот WSPU Крутые ребята, ну... Крутые девчонки Девчат, да Поджигать что-то Нападать на министров Ну, мы не посерает же, к сожалению Ну, может, когда-нибудь нас посадят за экстремизм, рано или поздно Надеюсь, что... Столько раз вообще менялся состав этой группы, или вы как собрались в этот коллектив? Как и до самого конца дошли? Ну, можно сказать, два раза, потому что у нас сначала, получается... Ушла барабанщица Что, застала барабанщицей? Рокировочка А, да И, получается, пришла Милана, потом пришла Лина Ну, в принципе, вот, и все Больше не менялся А вот такой интересный вопрос Могут ли при каких-то обстоятельствах парень сыграть в вашей группе? Нет На каком-то концерте А, ну, в смысле, на фите, типа На фите без проблем, но именно в составе группы нет Это строго Ну да, у нас, в принципе, male-free группа Ну да, на фите, как бы, никаких проблем не вижу А вот именно в нашей группе нет Бывали ли у вас разногласия? Как вы вообще опишите процесс создания песен в вашей группе? Кто, в основном, очень занимается волосом? Ну что, я Не, ну музыкальную составляющую, да, в основном, песо Она лучше всех, наверное, нас владеет, в принципе, всеми инструментами, которые существуют А именно по лирике, наверное, больше я Типа, я больше себя, наверное, вообще стала позиционировать именно как... Как это называется? Сумграйтерка? Ну, не знаю, поэтесса, да, короче Чего-то такое Я признала свою никчемность в музыке, но зато я могу пизда-то писать Если захочу А я всегда писала тексты тупые, прямые Вот, она зато пизда-то в музыке, типа, я думаю, это хорошо У вас есть альгон, который вышел на Spotify, называется «Месная лавка» В чем вообще идея этого альгона? Что вы хотели им сказать? Можете отдельно по каждому трогу плятись Это было совпадение, что у нас появилось три песни с названием «Месных продуктов» Серьезно Типа, это не было запланировано Ну да, и получился так концепт, ну, начни с говядины, наверное А, ну, собственно, по марочке я тогда не была веганкой Я написала, я просто в какой-то момент, я, по-моему, читала какую-то статью Или комментарий к какой-то фем-статье и увидела тейк, типа Женщины воспринимают как кусок мяса Меня это почему-то внезапно воодушевило Но вместо того, чтобы вот написать что-то такое грустненькое, печальное Я решила написать что-то очень забавное Поэтому я написала песню «Говядина» Если текст понятен, то я могу не объяснять Если не понятен, могу вкратце аннотацию сделать, так скажем Я думаю, может сделать аннотацию Зрителям было бы интересно послушать А, ну, в целом, тейк всего текста в том, что Если ты хочешь, грубо говоря Вот, типа, воспринимайте это максимально шутливо Если ты хочешь изнасиловать женщину Иди в магазин, купи кусок мяса и ими его Вот В целом, типа, я говорил Лайфхак Так, про баранину Ну, конечно, такой очень простецкий трек Он сколько-то длится, 40 секунд, я не знаю Секунд 45, да Да, где-то так Ну, он был написан уже третьим, самым последним Потому что нужно было просто чем-то забить эпишку Потому что, ну, две песни это как-то маловато, а три уже нормально 40 секунд написано еще такого, да, в принципе, нормально И о чем этот текст? Наверное, о том О тех людях, которые позиционируют себя Как какие-то очень глубоко верующие, религиозные Но при этом За пределами своего заведения религиозного Там, мечети или церкви Совершают какие-то очень мерзкие штуки Которые потом замаливают И, то есть, это скорее о таком вот религиозном лицемерии Ага Цитируй строчки, которые передают этот строй Ну, так давно эту песню Ну Бля, я тоже не знаю Режь барана на Курбан Байрам Режь барана на Курбан Байрам, да Ну, я не знаю Я курю, когда мне плохо, плохо Я курю, когда... Я не помню Да, про свинину Это песня про какую-то просто внутреннюю эмансипацию Она тоже такая, типа Противоречит каким-то религиозным догматам Которые запрещают женщине что-либо делать Например, я там говорю, что типа Я люблю целоваться со своими подругами Ходить раздетой дома У меня на все похуй Я вообще там сжигаю деньги Круто А еще ты используешь стейк Противовес железным яйцам Стальным яйцам Железные фалопии трубы Железные фалопии трубы У вас кажется Завтра На момент записи Выходит Вопрос вообще был про будущие релизы Но раз Релиз выйдет уже вот-вот Можете небольшой инсайд дать? Небольшой инсайд про релиз О чем он будет? Суперкрутое звучание Я очень рада Мне не нравится местная лавка по звучанию Я всегда Я изначально это говорила Но я рада, что у нас есть запись Вот По поводу Ее сделать какой-то вылизанной Типа все сделали по панку Как и полагается Какие у нас там песни? Пятница Очередь Фемини нудш И Очередь Пятница Фемини нудш Интро Интро, да? Галат Галат Ну я не знаю В основном эти песни тоже Они как бы отсылают Какой-то женской агрессии Какой-то Такому, знаете Гнем и бессилие Потому что Я, допустим, сама испытывала В пубертате, например Когда я понимала Что я вот становлюсь Типа женщиной И Мне это вызывало Какие-то сильные Противоречивые чувства В том числе Какую-то ненависть к себе Типа внутреннюю Какую-то мизогинию Которую мне потом Приходилось преодолевать И Я как-то вот Именно в нашем проекте Пытаюсь это вот вылить Свои какие-то эмоции Подростковые И нынешние Некоторые тоже Я думаю Такие тексты будут Близки практически Каждый Да и слушательница И в этом плюс Это круто Это объединяет нас В общем, вы ждете, что Данный альбом Займеет какой-то успех Потому что он выбирал Неправильно Да не знаю Займеет, не заимеет Но если хотя бы Если хотя бы Одна слушательница найдется Которая типа Эта кликнется Это уже успех Это уже будет хорошо Ну что ж Перейдем к следующему вопросу Мы знаем, что Вы, Юлия и Полина Сделали свой проект Underground против насилия Это был Благопритетный проект И на его основе Вы сделали концерт Благопритетный На котором Собирали средства На борьбу против насилия Скольку я понимаю Расскажите Вообще Побольше Проект Как вы вообще Подбирали Например, группы На концерты В принципе С какими трудностями Столкнулись Когда занимались этим Я думаю Тут больше Ты будешь отвечать Я просто скажу То, что я запарил Сделать 6 часов Презентацию Для спонсоров Которые потом По итогу Идите нахер Да, вот это первая сложность Нам отказали все спонсоры Нам пришлось самостоятельно Выплачивать аренду Но, тем не менее Мы покрыли расходы И при этом Еще сумели закинуть 250 тысяч тенге В фон Свет В фон По борьбе с насилием Я считаю Что это успех Но, да Изначально Как бы Я думаю Что Хотелось сделать Что-то Важное Хотелось Ну, вот просто Знаете Часто бабки С концертов Они уходят Никуда Чувствуется Допустим Ну, артисты Они как бы Не получают ничего И Хочется, чтобы Эти деньги Пошли на какое-то Благое дело И мне показалось Что вместо того Чтобы там Ныть и застрадать Можно, в принципе Сделать что-то Действительно полезное Сыграть концерт Повеселиться Ну, там, я не знаю Побухать Попрыгать Что угодно Я не знаю Вообще без разницы Не обязательно Воспринимать проблему Как-то Глубоко Можно ее воспринимать Поверхностно Но параллельно Делать что-то полезное И действительно Помогать людям И, в принципе У нас это получилось То есть люди пришли Повеселились Отдохнули как следует Никто не напрягался Никто не думал о том Что она страдает Люди принесли свои деньги Люди направили И благое дело И я очень рада Что многим Это затей понравилось Что они откликнулись И у нас получилось Если бы не люди Которые были бы Солидарны с нами Возможно, получилось Последним его Третьим концертом Будет Был в январе Первые крайние Первые крайние Больше не планируется Пока не знаем Пока не знаем Мы думали На самом деле Вот Во время паводков Делать что-то тоже Но Было слишком много Концертов Как бы И еще Как бы у нас У всех Сво личной жизни Типа все сложно Я думаю Моты очень сильно Перенасыщаются Концертами Обычными Развлекательными Групп много Это классно Я рада Что у нас Сандер развивается Но какого-то Продвижения Что ли Нет какой-то Возможности Выйти из Сандера Собственно Из-за того Что вокруг тебя Целая куча групп И несмотря на то Что жанры Чаще всего Абсолютно разные Из-за Большого количества Концертов Люди просто устают Перейдем К концерту Разогревская Ролтис Опишите Вашину С этого концерта Каково это было Выступать С такими Мастодатами Можно сказать По нашим Меркал На одной сцене Они с нами Поделились Чипсиками Фруктиками И пихотали На моих Кому не скажем Мне Было здорово То что Они Нас восприняли Очень тепло И они же Нас сами выбрали Получается Или как это В общем было Возьми пожалуйста Господи Моя пальцы Уже пальцы Они нас Типа сами же Выбрали Именно Для себя То что Вот Фемпанк группа Это то что Здорово Все дела Ну Из этих соображений Они возможно Нас как то Выбрали Рассмотрели И меня очень Как бы Порадовала Их такая фраза То что Мы играем Идеальный панк рок Или как они сказали Че то Хорошую Такую фразу Добрую Типа то что Ну трушно Это было приятно Очень Да Это был очень Котой концерт Первое звучание Было просто Отлично Мне кажется Всем понравилось И во вторых В принципе Работа с публикой И то как Вы на одной сцене Вышли И кричали Мы все равны Тоже было Весьма круто Да это было очень Понятно Я могу сказать Что мне понравилось Именно чувство Юнити То что приехали Ребята там С других городов Соседних В том числе Ну с других стран Типа с Бишкека Например приехали И как бы Сами хедлайнеры Они были вообще Американцами Но тем не менее Как бы не чувствовалось Вот это вот Какого-то барьера Казалось Очень простые Очень простые ребята Действительно Почувствовали Что мы Действительно По-настоящему Все равны То есть Не важно Откуда Мы Как бы Если мы Все Гуманные Я не знаю Придерживаемся Похожих Товреждений То Это было большое Откровение Когда у меня У каждого члена Выпу Взять интервью Для нашего Портажа Спасибо за Прохватки Еще раз Благодарим Вы можете Назвать Это выступление Больше Для БУ Да Блин Я не знаю Еще 8 марта Ну Одним из Любимых 100% Я вот Не могу Решить Что В 8 марта Для меня Как для барабанщицы Именно В плане Исполнения Самый Лучший Концерт И не только Я так считаю Поэтому Возможно Я просто Очень рада Что у меня Получается Развиваться И поэтому Этот концерт В моем сердечке В плане Исполнения Да Было наверное Лучше Чем когда-либо А в плане Вайба Тоже лучше Чем Блин Нет Перед на дверью Больше было Я переживала Чтобы они Хорошо Отыграли Я находилась На тот момент Вообще В другом городе Да Лина у нас Недавно И к сожалению Не получилось С нами Играть Но на следующем Концерте Обязательно С нами Будет За пять минут До того Как я вышел На сцену Меня очень сильно Трясло Несмотря на то Что обычно Когда я выступаю Я ведусь Абсолютно спокойно Ну типа У меня первые два Концерта Они были стрессовыми Потом я выходила На сцену Как во второй Свой дом А в этот раз Несмотря на то Что мы уже Грели Таких достаточно Популярных Исполнителей В этот раз Меня начало тряси Но не по этой причине Я просто начала Почему-то Очень сильно нервничать Внезапно Перестала верить В свои силы Но вокруг меня Собралась Целая куча Знакомых Друзей Которые такие У тебя все получится Я такая Да, у меня все получится А мне было Заебись А планируется ли Эксперимент Вашей музыки? Да Они уже Ну если Брать Наше старое звучание Такое Со стандартным Панкбитом Во всех песнях И с типа Четыремя Пинтами Ну да Мы сильно Меняем звучание Уже В какую сторону Эксперименты Да В какую сторону Скорее Эксперименты Может быть Что-то вообще Прямо Такое Хаусное Сделать Есть ли такое В планах У нас в планах Правда В таких Долгосрочных Планах Написали Грайнкорд Трек Про то Что В группе Красные Чулки Басит Спермобак Да Комментарий Был смешной Под Видосом С выступления Типсё Написали Почему Красные Чулки Басит Спермобак Причем Там Типа Все участники Парни Кроме меня Комментатора Это не смутило Ну кстати Про анти Всё Насколько я знаю У тебя Юля И У тебя Полина Вы выступаете В разных Группах Проектов Милан Тоже В твоем случае Да Я Сейчас Все что Нашел У Юли Проект Объединили Камели Это Хип-хо Проект Насколько Понимаю Полина Вы выступаете Про анти Всё И Вопрос В том Насколько Сложно Поступать В разных Группах Разрываться Между Другими Группами Да нормально Не сложно Я не разрываюсь Просто я играю Ещё В эмоциональном Напряжении И Ребята Они Ну Не сильно напряжены Потому что у нас Не так часто Концерты Как и с чулками Как и с Эмоциональным Напряжением Да Ну Не стрессово Нормально Хорошие ребята Все добрые И Ну Понимающие Относятся К делам Друг друга И все Друг друга Уважают Не сложно Для меня У меня изначально Типа практически Одновременно Оба проекта Появились И Я как-то Видимо Адаптировалась Сразу Просто Участвовать В двух Проектах И вкладываться В них Плюс Минус Одинаково Потому что Прости Пожалуйста В инте Все Типа я пишу Исключительные песни Инструментальные песни А В чулки Мы вместе С Юлей Ну Мой проект Появился Недавно То есть Получается В Апреле Наверное И Планируется Ифишка Поэтому мне Да Вообще Не сложно Я еще Даже Ни разу Не выступала Я не Разрываюсь Типа И тем более Как бы Разная тематика Мне в принципе Легко Да Вообще Нет Хорошо Говоря про Другие группы С кем Вы хотели Заколабиться Есть Планы Или Может просто Пофантазируете Даже Может что-то Прям такое Даже нереальное Деспил Деспил Определенно От играть Разогревел Деспил Вообще Блин Кстати Из Казахстана Мы бы хотели Мы знаем Что есть В Астане Группа Тоже Он любому составу Я не знаю Как они себя позиционируют Типа тоже Феппанк Или просто Как-то по-другому Но там Не политики Ну да Это Герлзбенд И мне бы хотелось Когда-нибудь Сделать гиг На котором Было чисто Чисто женщины Звучит как Утопия Хотя вы на сцене Ну да Типа на сцене Не Раз мы уже начали Ну ладно Хорошо Ну так резко Замолчали Да Мне бы хотелось С ними заколабиться Как-нибудь Было бы круто Было бы прям Супер круто Хорошо Мы знаем Что Некоторые из нас Учатся Ну да Все 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 Хорошо Получается ли у вас Вмещать творчество С образованием Ну Тяжело Как видите Да Тяжело Но Живем Живем Мы еще и работаем Типа И учимся И вообще все делаем Играем Нормально Все будет Хорошо Ну и последний вопрос Когда На следующий концерт В августе Наверное В конце августа Постараемся Еще в Биш Хотим съездить Да Подробнее Можно рассказать Про Бишкек Про вашу поездку Планируется Поехать В Бишкек Максимально легко Просто платишь 3000 Едешь на автобусе 4 часа Приезжаешь Выступаешь Ну я думаю Мы пока по финансам Это не потянем Потому что мы все учимся А еще мы все бомжи Пока хотя бы Для опыта В Бишкек Ну да Типа для нас Как группы С двухлетним стажем Даже больше Уже 2,5 Да Получается Ну ладно Не 2,5 Короче 2,5 Вполне Почти Да, кстати Ну вот В общем С таким стажем Подожди Да С таким стажем Нужно хотя бы В каком-нибудь Другом городе Выступить А потому что Мы выступали Не в санатории В Леноре В Анклаве И в Бараже Да А еще в этом В Амировке Все Ну собственно все Мы к этому вопросу Подошли к концу Спасибо вам За то что Пришли к нам в гости Благодарю вас Ну а с вами был Неформат Увидимся